Итак, что же нового произошло? Если мы посмотрим на этот слайд, конечно, посмотрите, на сегодняшний день достаточно много уже препаратов в мире используются для лечения солидных опухолей с абсолютно новым принципиальным механизмом действия, не воздействующий непосредственно на опухолевую ткань, а воздействующий на иммунную систему. И они используют эти препараты как и в монотерапии, как теперь уже и в комбинации. Они используются для лечения не только метастатической формы, но и для лечения ранних форм. Мы знаем, что в одевантном режиме уже используется, и используются при раке лёгкого при третьей стадии новые изменения. И посмотрите, только вот ингибиторы PD-1, PD-L1 на мае этого года 47 одобрений было. Как быстро меняется время, как быстро меняются стандарты лечения пациентов. Иногда даже не успеваешь. Думаешь, зарегистрировано было это показание, не зарегистрировано. И на сегодняшний день в Российской Федерации зарегистрировано 5 препаратов. Если первый препарат, помните, антицитили-4, это эпилиумаб, потом пошёл неволумаб, эмбролизумаб, антипидили-1, комбинация неволумаба с эпилиумабом и отозоризумаб и дурволумаб, антипиди-1 препараты. Если мы посмотрим непосредственно уже по показаниям каждого препарата, посмотрите, какой большой спектр появился. Например, неволумаб. Он используется при раке лёгкого в качестве монотерапии, используется уже при прогрессировании после предшествующей химиотерапии, используется при раке почки, причём, посмотрите, новое показание в комбинации с эпилиумабом в первой линии. Это то, что произошло новое. Используется для лечения опухоли головы шеи, используется в комбинации для лечения меланомы неволумаб с эпилиумабом. Используется также и в адювантном режиме с поражением лимфатических узлов для лечения меланомы. Лимфома Ходжкина, неоперабельный уротелиальный рак, гепатоцеллюлярная карцинома. Что нового ещё? Это колоректальный рак с микросателитной нестабильностью в комбинированном режиме. Пембролизумаб. Пембролизумаб. Практически, не знаю, какую можно назвать солидную опухоль, где этот препарат не используется. Опять же, меланома может использоваться как в лечении метастатической формы, так и в адювантном режиме. Немелкоклеточный рак лёгкого и в первой, и во второй линии, и в комбинации с химиотерапией. Уротелиальный рак, опять же, и в первой линии может быть использован, и во второй линии опухоли головы шеи, опухоли желудка, вторая и более линии химиотерапии. Опять же, болезнь Ходжкина, шейка матки, то, что сейчас недавно новое показание появилось. И опять же, это показание уже было. Колоректальный рак, микросателитная нестабильность. Относительно недавно, отезолизумаб, препарат, который был зарегистрирован в Российской Федерации и получил тоже достаточно широкое применение. Это показание не мелкоклеточный рак лёгкого, не плоскоклеточный рак, причём он в комбинации с бевоцезумабом и с химиотерапией в качестве первой линии. Он может быть использован также с напоклитокселом в первой линии, местно распространённый или метастатический после предшествующей химиотерапии. И что интересно, что появилось уже такое новое. Мелкоклеточный рак лёгкого. Пока ещё мелкоклеточный рак лёгкого не находил своего широкого применения иммуно-онкологических препаратов. И вот впервые за 30 лет, сегодня уже об этом будут говорить, я не буду детализировать, впервые за 30 лет было показано, что использование иммуно-онкологического препарата, в частности, отезолизумаба в сочетании с химиотерапией, повлияло на общую выживаемость пациентов с мелкоклеточным раком лёгкого. Ещё какое показание – это уротелиальная карцинома как в качестве и в первой, и во второй линии лечения уротелиального рака. И, что ещё интересно, совсем недавно, в этом году, весной этого года, в апреле, был зарегистрирован отезолизумаб для лечения больных трижды негативного рака молочной железы. И исследования показали, что есть влияние как на безрецидивную выживаемость, так и влияние на общую выживаемость применения этого препарата в сочетании с химиотерапией. Ещё что интересно, мы с вами говорили, что, помним все, что препараты могут использоваться в адюантном режиме, и вот первое ещё показание появилось для не метастатического, а местно распространённого рака лёгкого – дурволумаб, антипедиэлядин препарат. И здесь, конечно, нужно сказать, что потрясающие данные появились, потому что вот на АСКО 2019 года показали, что до сих пор медиана в группе дурволумаба в сочетании после химио-лучевой терапии у больных местно распространённым раком лёгкого, то есть третьей стадии заболевания, до сих пор она не достигнута. Больные эти живут и достаточно долго на фоне лечения. Так что, уважаемые коллеги, мы с вами на сегодняшний день открыли дверцу. Конечно, это не решение проблемы, но это одно из возможных миров, которых открыли сейчас, и появилась возможность лечить пациентов. И мы сегодня будем заглядывать в эту дверцу и смотреть, что же нового появилось. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует...